Привет-привет, друзья! Привет вам из Испании. С вами Татьяна Алексея и канал Вы в Испании. Сегодня тема нашего видео будет «Как получить водительское удостоверение в Испании». Мы расскажем о своем опыте получения водительского удостоверения здесь, в Испании. Но сразу хочу сказать, что между Россией и Испанией сейчас не подписано соглашение о признании водительских удостоверений, И поэтому нам, гражданам Российской Федерации, так же как Белоруссии, Казахстана, нужно идти получать водительское удостоверение через учебу в автошколе. То есть учиться, сдавать теоретический и практический экзамен. А вот гражданам Украины гораздо больше повезло, их водительское удостоверение просто обмениваются на водительское удостоверение Испании. Но первое сразу с чего начать и с чего начали мы, это с выбора автошколы. Есть испанские здесь автошколы, есть русскоговорящие автошколы. И в любом случае, и в тех, и в других, можно тесты проходить на английском языке. По-моему, даже, кстати говоря, вопросов там будет меньше. И поправьте меня, если я не права, можно и тесты сдавать на английском языке. Так вот, с чего мы начали? С выбора автошколы. Сейчас я буду вам рассказывать только на нашем опыте, на опыте нашей семьи. Итак, сегодня я вам расскажу, какую автошколу выбрали мы, как мы проходили там обучение, как мы сдавали экзамены. И именно на примере нашей семьи, наш с Алексеем такой пример возьмем. Ну, какие-то наши знакомые тоже заканчивали русскоговорящие автошколы. И вот весь этот опыт мы, наконец-то, так подведем сегодня итог. И мы с вами вам расскажем с Алексеем, как мы учились, как мы задавали, какие у нас были разные трудности, легкости. Ну, в общем, все-все-все вам расскажем. Итак, мы выбрали русскоговорящую автошколу. Я не буду рекламировать сейчас, какая это автошкола, это не важно. То есть вы можете загуглить, посмотреть, найти себе подходящую. И дальше я написала себе шпаргалку небольшую. Ну, нужно, друзья, для того, чтобы записаться в автошколу. В автошколу нужно принести свою действующую резиденцию. То есть вы приносите тархету, которая у вас не просрочена, резиденция. И нужна прописка. То есть вы берете ваунтамиенто, идете, берете по дрон. Вот все это нужно для того, чтобы записаться в автошколу. Приходите, записываетесь, вам говорят, с какого дня вы начинаете учиться. Наша учеба выпала на пандемийные такие дни, поэтому все у нас затянулось. Но, тем не менее, мы записались в автошколу русскоговорящую. Нам выдали книгу на испанском языке. Там было 18 тем. Эти были темы разбиты на несколько занятий. То есть где-то 25 или 27 занятий у нас было. И мы так предсчитывали с Алексеем, где-то, по-моему, полтора месяца у нас была теория. Мы занимались 4 раза в неделю. По 4 часа мы занимались вечером. Можно было выбрать утреннюю группу, можно было выбрать группу выходного дня. Некоторые занятия у нас проходили дистанционно, потому что была еще пандемия. Из-за этого все наши занятия продлились. По срокам и стоимости я вам расскажу чуть позже. Итак, нам выдали книгу. Там было 18 тем на испанском языке. И как же происходили, собственно говоря, наши занятия. Преподаватель ведет, соответственно, урок, лекцию. Рассказывает нам какой-то материал по теме. Читает все это на испанском языке, объясняет, переводит. Все объяснения на русском происходит в языке. Но сами все выражения, все слова необходимые, новых слов мы узнали очень много. Все произносится на испанском языке. Мы читали, смотрели книгу все вместе. Мы смотрели какие-то слайды, объяснения. В общем, все происходило достаточно серьезно, подробно. Очень приятно, что все нам переводили на русский язык. Нас объясняли все непонятные выражения. Очень много нового. То, что мы не знали. Хотя у нас был А1-А2 с Алексеем. Но этого нам не хватило для того, чтобы пойти в испанскую автошколу. Мы так подумали, что нет, мы не готовы. Кстати, с нами были люди, которые из испанских автошкол перешли в русскоговорящую, потому что сказали, что там им немножко сложно было, тяжело. Непонятно материала не понять. Итак, преподаватель начитывала нам лекции. Переводили нам на русский язык. Помогали ученикам. Продолжение следует... 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 Итак, друзья, теперь о самом интересном, о тех затратах, которые мы понесли, когда оплачивали все обучение в автошколе, все услуги по получению водительских удостоверений в Испании. Сколько же стоит водительское удостоверение в Испании? У меня здесь подсказка, потому что, естественно, на память я не помню всё. Сейчас я вам всё это озвучу, а вы уже моток подсчитайте. Причём, смотрите, теория 400 евро на мой вошлась, это русскоговорящая автошкола. Врач 40 евро, госпошлина 95 евро, каждое занятие на машине с автоматической коробкой передачи 40 евро, на механике 35 евро. Затем перевод справки, одна страничка 50 евро, ну, соответственно, вам надо будет перевести ещё и водительское удостоверение с двух сторон, поэтому это 100 евро. Ну, это наши цены, я вам наши цены называю. Дальше зачёт стажа ещё 100 евро, экзамен 45 евро. Ну, и если у вас нет справки, и справки о водительском стаже из Российской Федерации вы, допустим, в России не получили, и вы хотите в консульстве Валенсии заказать, то это вам тоже обойдётся в 75 евро. Это вот наши цены, которые мы, как сказать, потратили на обучение в автошколе для того, чтобы получить водительское удостоверение Испании. Можете всё это прокальпулировать, сосчитать, вы будете знать, потому что я это не складывала. Где-то в районе 1000 евро мы потратили каждый на то, чтобы получить водительское заветное удостоверение Испании, на то, чтобы быть здесь законопослушными водителями. Ну, и сколько времени, спрашивают, уходит у вас на то, чтобы выучиться в автошколе? Друзья, мы записались в начале октября в автошколу, какие-то занятия были у нас ещё дистанционные, потом всё было уже очно в автошколе. Семь месяцев, как я уже говорила, ушло у нас на то, чтобы изучить теорию, пройти все эти тесты, подготовиться к теоретическому экзамену, дождаться своей очереди, поскольку была очень большая очередь на сдачу, то есть не меньше полугода вот это всё должно было тянуться, у нас семь месяцев. В мае 3 и 11 мы успешно сдали свои теоретические экзамены, в июле мы могли уже сдавать практически, но мы уехали в отпуск и приехали только в начале сентября. И 15 сентября, взяв 5 занятий, мы уже сдали практически свой экзамен. То есть, посчитав, я узнала, готовясь к этому видео, что 11,5 месяцев мы учились в автошколе, сдавали экзамены, то есть практически год, можно сказать. Но это только у нас, это только наш опыт, кто-то справляется быстрее, всё это зависит от вашего уровня испанского языка, от того, как вы быстро обучаемы, от того, какая очередь на сдачу, от ряда факторов. Если у вас заканчивается, например, тархета, вас могут быстрее в очереди подвинуть, чтобы вы успели, пока у вас не закончилась резиденция, сдать экзамен. То есть всё это индивидуально, у кого-то уходит на это 6 месяцев, у кого-то меньше, больше. У нас так, мы никуда не спешили, мы основательно готовились, ждали, когда нам преподаватели скажут, что вы готовы, Алексей, Татьяна, вы можете сдавать, вы сдадите. И мы сдали. Спасибо нашим профессорам, что они нас так подготовили, неспешно дали нам такую возможность, хорошо нас обучили. И с первого раза мы сдали и теорию, и практику. Так что всё возможно в этой жизни. Дальше мы вам расскажем ещё те плюсы, которые мы увидели именно в русскоговорящей автошколе. Так что, кому интересно, продолжайте нас смотреть. Надеюсь, это видео будет вам также и полезно. Так, друзья, какие же плюсы и почему мы выбрали для себя русскоговорящую автошколу? Я уже предвижу эти вопросы. Ну, всё на самом деле упирается в знания, в ваши знания языковые. Если у вас хороший уровень испанского, конечно, вы можете идти в испанскую автошколу. Обойдётся это немного дешевле. Но если у вас, как у нас, такой не сильно такой, только бытовой уровень знания А1, А2 испанского языка, то мы с Алексеем приняли решение, что нам легче будет, если нам будут всё это разжёвывать, растолковывать, рассказывать, переводить, давать нам возможность заниматься с нами. И поэтому для нас это было большим плюсом, что мы могли... Ну, мы занимались вечерами, но люди могли приходить по несколько раз прослушать одну и ту же лекцию, пока не поймут. Нам переводили, нам помогали, нас морально поддерживали. С нами проводили разные мероприятия. У нас там мы познакомились с большим количеством интересных людей. У нас очень хорошая, добрая, дружеская атмосфера была. Мы проводили и праздновали праздники различные. Поэтому это тоже очень важно, моральная обстановка. И это большой-большой плюс. Хорошее отношение, моральная обстановка, поддержка, перевод. Мы могли дистанционно даже спрашивать какие-то вопросы. Всеми документами, справками, ситами, записями. Записями к врачу занималась автошкола. Мы занимались своими делами, мы готовились, мы занимались тестами. Особенности, кстати, правил дорожного движения здесь все-таки в Испании есть. И потраченное время, оно вовсе у нас потрачено не впустую. Мы много интересного узнаем, много полезного. Из минусов, я могу сказать, может быть, условных таких минусов, это чуть завышенная цена, чем в испанских автошколах. Но она оправдана тем, что нам переводили тексты, с нами занимались, нас патронировали, сопровождали и морально поддерживали. Вот это вот тоже большой-большой плюс. А сейчас я спрошу у Алексея неожиданный вопрос, к которому он не готовился. Алексей, если бы сейчас ты стал выбирать, в какую автошколу идти, ты бы вновь сделал свой этот выбор такой же, или ты бы что-то изменил, какой-то другой выбор сделал? Вот ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Возьми микрофончик. Интересный вопрос. Ну, друзья, вы знаете, наверное, я бы ничего менять не стал. Я бы пошел в эту же автошколу по той простой причине, что мы не в том возрасте, чтобы испытывать себя еще какими-то там испанскими нервными стрессами. Здесь было все понятно, за нас решали кучу вопросов и проблем. Ну, с документами. Ну, я имею в виду, с документами, да. Поэтому я бы, наверное, менять ничего не стал бы и закончил так, что вот мое мнение. Как, Татьяна, встречный вопрос. А вот ты бы сейчас смогла бы снова, куда пошла бы учиться? В какую автошколу? Я бы пошла бы... Я хочу сказать так, друзья, что для нас и так было уже это стресс, потому что мы уже имели в своем арсенале опыту обучения в автошколе Российской Федерации, имели по 10-15 лет, там, 20 лет стажа. И поэтому это и так уже стресс в новой стране, на другом языке, идти снова учиться, сдавать какие-то экзамены. Это просто нам не 20 лет. Вот, поэтому минимизировать свой стресс мы... Для того, чтобы минимизировать стресс, мы выбрали именно русскоговорящую автошколу, потому что у нас нет продвинутого знания, там, C1 или B2 испанского языка. И к тому же хотелось все-таки такой поддержки своих коллег, которые наши говорящие сидят рядом с нами за соседней партой, да, и, в общем, мы таким всем, эти, друг дружку поддержать. И преподаватели поддерживали нас, когда мы там, ой-ка, и как же мы будем сдавать, там, сопли, слезы. Вот, ну, я так утрирую. Но вот это тоже очень важно. На самом деле, менталитет свой такой, и все мы вроде бы как бы в одном положении. Поэтому, наверное, я бы, например, выбрала бы то же самое, тоже бы русскоговорящую автошколу. Хотя этот год, конечно, ездить туда-сюда было очень утомительно, но, тем не менее, были и свои плюсы в этом во всем. Вот, ну, а уже те, которые люди знают хорошо испанский язык, то вы выбираете уже сами. Может быть, вы знаете хорошо английский, можете на английском языке сдавать, может быть, вы знаете хорошо испанский, можете в испанской автошколе, денежки сэкономите, и вам это трудности не принесет. Ну, а мы для себя свой выбор сделали такой, и делимся с вами вот своим выбором, своим опытом. Радуемся, что мы получили, наконец-то, водительское предоставление Испании. Так что пишите нам поздравления внизу. Нам будет очень приятно. А также задавайте свои вопросы. Может быть, что-то мы упустили, что-то не рассказали. Мы обязательно с вами поделимся и ответим на все ваши вопросы. С вами Татьяна Алексеев, канал Мы в Испании. До новых встреч в наших следующих роликах. Надеемся, что эта информация была вам полезной. Если эта информация была вам полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте проверять колокольчик. Он иногда становится неактивным. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.